Ну вот небольшой фрагмент и этот фрагмент мы сегодня будем как раз эмоцию, которая будет проговорена в этом фрагменте, мы как раз рассмотрим. Знает, что тебе нужно побольше жертв, поэтому сейчас спецагенты обыскивают две крупнейшие негритянские церкви штаба. ФБ Рашин. Какой сюрприз? Эти церкви отпадают. Может ты выбрал церковь поменьше? В черном пригороде. Да ни чертя бы не знай. Не отвечать. Может агентом начать с Аутбриджа? Нет, не стоит. Саутбридж пропустим. Сосредоточимся на Лотте. Ты не против? Все ясно, Лоттон. Езжайте в церковь Лоттона. Здесь основательное обвинение. Как это? Он сам не сказал. Агенты обнаружили самодельную бомбу в Лоттоне спустя час. Мой друг из Минобороны говорит, этот парень псих. Провел три года в Африке среди первобытных дикарей. Изучал надбровные дуги. Следим за его реакцией на мои слова. Сейчас спецагенты обыскивают две крупнейшие негритянские церкви штата. Только что эволюционами казарилась радостью. Он пытался ее скрыть. Длилась это менее пятой части секунды. Обычно мы называем это микровыражением. Взгляните на его рот. Подозреваемый в тайне радуется, что мы обыскиваем те церкви. Значит, мы не там ищем. Теперь я сообщаю ему новый план и... Да ни черта вы не знаете. Одностороннее пожимание плечом. Смысл? Я сам не верю в то, что сказал. Тело противоречит словам. Он лжет. Да? Если подозреваемый изображает удивление, можно проверить, он искренен или играет невиновность. Вот настоящее удивление. Отражение на лице длится менее секунды. Если подозреваемый удивляется доля секунды, он притворяется. Он лжет. Теперь я говорю, что его цель лотан. И... Взгляните вновь. Скрытое презрение. Мой совет. Увидите такое на лице у мужа или жены, знайте браку конец. Поверьте. Мистер Крейлинг, вы получили деньги за появление в новостях, так? Док, док. Презрение. Презрение. Супер презрение. Стыд. Стыд. И вновь. По поводу презрения, вот здесь у нас, к сожалению, неправильный перевод. Перевели вместо отвращения, сказали презрение. А вот отвращение, это вообще пришло к нам от наших предков. Дело в том, что когда наши предки встречали опасность, у них включалось... Сейчас вам покажу. Сейчас мы с вами посмотрим. Значит, смотрите, что у них включалось. Вот здесь вот, в этом месте, есть такая собачий мускул, такая мышца. Собачий мускул называется. Значит, когда человек, ну вообще, в принципе, когда животное видит опасность, оно демонстрирует окружающим, ну или той опасности, или окружающим, клыки. То есть, показывает, не суйся ко мне, я тебя покусаю, смотри, какие у меня клыки. Вот отвращение пошло оттуда. Кстати, улыбка тоже оттуда пошла, но она преобразовалась немножко по-другому. Они разошлись все-таки. Понимаете, уже цивилизация, она же развивалась, да, и дальше уже опасность преследовала человека не от какого-то там зверя, встреченного на пути, да, или не от какой-то особи, которая могла загрызть его, да, а уже опасность приходила из других мест. Приходила в виде каких-то болезней, которые забирали, ну просто сваливали целые города, да, там селения, там чума, разные, ну тифы, ну то есть много разных болезней, да, которые уносили много жизней. И человек стал реагировать вот так вот на любые виды опасностей, в том числе на тех, кто разносил эти болезни. Большинство людей вызывает отвращение и брезгливость именно фекалии, и это неспроста, понимаете, через фекалии наши древние предки, ну вот в средние века получали заражение, ну там разными болезнями. Фекалии были разносчиками болезни, кто-то вонючая черви, ну вот-вот-вот, совершенно верно. Вот это вот все отвращение вызывает, вот это первичное такое бессознательное отвращение. Но еще и мы воспитали в себе вторичные признаки отвращения. Мы ассоциируем вот с этими змеями, тараканами, мухами, фекалиями, например, лживых политиков, каких-то людей, которые в нас вызывают. Чисто вот он может плохо и не пахнуть, но если он что-то говорит такое, что нам неприемлемо, мы чувствуем от этих слов опасность, то, соответственно, у нас это вызывает отвращение. Ну а какого бы мне ни жене, полетинистерный, не правда ли у меня? Не любезно, женщина. Видите, вот я укрупнила и убрала звук. И посмотрите, это просто блестяще. Лариса Удовиченко просто, вот лучше нее я не видела, чтобы кто-то играл отвращение. Смотрите, какая красота. Вот она прям, вот это отвращение, это просто классический пример. А сейчас вам еще один пример отвращения. Сейчас мы посмотрим, посмотрите. Пожалуйста, примеры, как отвращение выглядит в жизни. Смотрим, вот этот молодой человек, очень симпатичный внешне, на самом деле это убийца, которого поймали и которого допрашивают. Пожалуйста, давайте посмотрим, как это отвращение у него, ну, как это выглядит. Я хотел поведать о двух очень неприятных, страшных случаях в моей жизни, которые я совершил. Первый я совершил 18 июня. Вот, посмотрите, замедленная съемка. Смотрите, когда он говорит о двух страшных случаях, вот оно, отвращение. Увидели отвращение? Плюсики в чатик ставим. А вот отвращение вот такое вот, смотрите. Вот, ближе. Видите? Вот сейчас. Сейчас, секундочку, верну ее прям. Ай, нет, пропустила. Сейчас, секундочку, еще крупно хочу вам показать. Вот. Ой, ну что ж такое. Вот прям пропускаю и пропускаю. Вот где это ее отвращение? Ай, вот, вот оно, отвращение. Видите? Вот. Поймали. Сейчас вам еще примерчик покажу. Вот, пожалуйста, еще примерчик. Давайте посмотрим. Вы в СМИ пошли к зачем? Вы в вашей фотографии какое-то время назад опубликовали. Ваши имена, вы все это время сидели тихо. Сегодня вы не позомнили и решили пообщаться со СМИ. Для чего? Защитный ясно с этим. Вот. А, сейчас, 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 сейчас. Вот, вот, пожалуйста. Задержала вам кадр, чтобы вы увидели. Продолжение следует...